Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, после праздничного дня в США, после длинных выходных, мы ожидаем возвращения на рынок трейдеров и, соответственно, вместе с ними на них должна прийти волатильность. Пока что ту динамику, которую мы наблюдаем на азиатской торговой сессии, это не те движения, которые хотелось бы видеть. Надеюсь, то, что более интенсивный рост либо снижение отдельных инструментов — это вот динамика, которую мы будем ожидать впереди. Сегодня на повестке экономического календаря 8.00 выступление «Лагард», хотя я не думаю, что она что-то привнесет новое на рынок, учитывая, что позиция «Лагард», в принципе, не изменилась за последние три месяца, но прямо ни на грамм. «Лагард» по-прежнему настаивает на том, что нужно повысить процентную ставку в Европе, потому что при той инфляции, которая сейчас там зафиксирована, только лишь ужесточение национальной монетарной политики может помочь отчасти решить эту проблему. Далее, в 8.30 по GMT переключим наше внимание на индекс активности в сфере услуга Англии. Этот показатель будет более резонансный для движения финансовых инструментов. И, конечно же, ждем соответствующую реакцию британской валюты. Очень рассчитываю на то, что индекс все же удержится на траектории роста выше 50 пунктов, что, соответственно, будет повышать вероятность того, что Банк Англии сможет ужесточить политику в том формате, в котором мы прогнозируем, потому что сильный сектор услуг – это очень хорошее основание для принятия решений по повышению процентной ставки. То есть, если сфера услуг действительно демонстрирует какие-то признаки роста, это значит то, что общий показатель ВВП, сфера услуг – это больше 60% вкладов показателей ВВП, имеет какие-то предпосылки для того, чтобы выйти на более качественные показатели. Нам нужна сейчас очень хорошая статистика по Англии, потому что только в этом случае можно будет как-то оправдать целесообразность дальнейшего ужесточения политики и не только лишь привязывать вот эти решения к тому, что инфляция остается на крайне высоких значениях. И под конец торговой сессии нас ожидает отчет по рынку нефти, в частности, от Американского института нефти. Это традиционный релиз по запасам нефти США. Мы сейчас наблюдаем за развитием стремительного бычьего реального бренда WTI и понимаем, что в большей степени это связано с ожиданиями рынка дополнительных сокращений, объема нефти и добычи и предложения на глобальном рынке. Но есть и факторы такого локального воздействия, в том числе это и данные по запасам нефти США. На прошлой неделе мы получили статистику, примерно похожую от Американского института нефти, от Администрации энергетической информации, то есть снижение запасов оказало свое положительное воздействие на котировки. Если тенденция снижения запасов США продолжится, что будет свидетельствовать о том, что спрос остается высоким, то у котировок нефти будет еще одна возможность выйти на новые максимумы, в частности для бренда. Новые максимумы это уже по сути тестирование психологического рубежа 90 долларов за 1 баррель. Даже по всем канонам технического анализа пробой данного уровня будет указывать на то, что мы имеем дело с самым настоящим бычьим трендом. Основить который, возможно, удастся только лишь более крутому психологическому сопротивлению, которое будет находиться выше. Это 100 долларов за баррель. Индекс доллара 104.16. Вчера, ладно, трейдеры отсутствовали на рынке. Сегодня есть все основания полагать, что все-таки они должны вернуться к анализу тех данных, которые были опубликованы в США в пятницу. И из этого, из всего, из многообразия релизов, которые вышли в пятницу, сформировать для себя представление о том, что нет шансов для того, чтобы американский регулятор дальше повышал процентную ставку. Ну, может быть, шанс, ладно, есть, но нет никакой острой необходимости и целесообразности. И плюс ко всему, те слабые релизы, которые вышли, они явно указали на очевидное охлаждение рынка труда США. И если ФРС не хочет еще больше или окончательно похоронить какие-то надежды на рост национального рынка труда, то нужно уже не просто взять паузу в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, нужно уже потихоньку забрасывать на рынок удочку с возможностью будущего снижения ставки. Это, конечно же, перспективы 2024 года. Но ко всему нужно готовиться, друзья, заранее. По поводу данных. В пятницу нонфармы. Количество новых рабочих мест 187 тысяч. Да, это лучший прогноз. 170 тысяч, но прогноз крайне низкий. Да и значение 187 тысяч. Это минимальные показатели за множество месяцев. Три месяца подряд мы фиксируем с вами слабости именно данной динамики по созданию новых рабочих мест. Уровень безработицы вырос на 0,3% до 3,8%. Темпы роста средней заработной платы снизились с 4,4% до 4,3%. В АСМ производственного сектора США снижение, точнее, нахождение показателя по-прежнему или подтверждение того, что показатель ниже 50, потому что цифры 47,6% это лучше, чем было два месяца назад, но все равно очень сильно отстает показатель от даже пограничного уровня 50, который деляет стагнацию от восстановления. Поэтому в целом нужно говорить, что АСМ производственного сектора продолжает испытывать трудности. Может быть, есть признаки какого-то улучшения, но все равно спад он как бы и в Африке спад. По данным инструментов FedWatch Tool, вероятность повышения ставки снизилась после выхода пятничных данных, и нужно делать уже правильный вывод. И если в пятницу можно было бы предположить, что рост индекса доллара это следствие технических факторов, когда трейдеры просто фиксировали результаты коротких позиций, открытых ранее перед затяжными выходными, то сейчас уже нет такого аргумента, как продолжительные выходные, потому что они уже позади. Нужно, чтобы все вернулись на рынок, это произойдет сегодня-завтра, и нужно, чтобы индекс доллара все же начал показывать логичную реакцию на те релизы, которые вышли. Золото 1936 долларов за тройскую унцию, изменился сантимент, и это уже тревожный звонок, потому что сейчас большинство трейдеров в покупках 56% против 44%. Это не то большинство, когда мы принимаем какое-то торговое решение, но все-таки раньше толпа находилась в коротких позициях, и, соответственно, сейчас все меняется. Десятилетние трежеры сегодня демонстрируют положительную динамику, прибавляют практически 1%, текущие котировки 4, точнее показатель доходности 4,21. Из положительных факторов у нас остался только лишь последний отчет от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC, но здесь один в пользу него. Я думаю, что логично на текущем уровне зафиксировать золото, тем более, что он находится на локальных максимумах. Если толпа снова окажется в продажах, что хотелось бы увидеть, потому что я верю в долгосрочный рост золота, когда будем уже перезаходить в этот актив. Британская валюта 1,2616, ждем сегодня отчета по активности в сфере услуг. Надеюсь, что он будет позитивным для британской валюты. Министр финансов Англии Джереми Хант подтвердил, что к концу года цели остаются прежними по снижению инфляции вдвое. Но для того, чтобы добиться такого эффекта, нужно агрессивно повышать процентную ставку. Надеюсь, что ничего не изменится в плане такого сценария. И Банк Англии выкатит не одно, а несколько решений по росту ставки до конца этого года. Австралиец против доллара 0,6424. Буквально сейчас состоится заседание Резервного банка Австралии. Будет принято решение по процентной ставке. Я ожидаю ее сохранения на прежнем уровне 4,1. Но по сохранительных заявлениях могут быть даны сигналы о том, что Резервный банк Австралии готов вернуться к повышению ставки уже при новом руководстве при Мишель Булок. Потому что текущее заседание во главе Филиппа Лоу – это последнее. Потенциальные изменения при новом руководстве – это вполне реалистичный сценарий. И если рынок начнет развивать эту тему, то локально австралиец может получить поддержку. Цели под конец текущей торговой сессии до конца дня – это рост данной пары выше отметки 0,65. Доллар-иен ничего не меняется, хотя обычая динамика здесь продолжается. Но мы ждем закрепление пары выше уровня 148, чтобы там уже искать точки на вход в сделку в расчете на валютные интервенции. Я думаю, что это прямо скоро уже может произойти. И по Brent еще раз повторюсь, что почти 90 долларов мы уже сделали, текущие котировки 89. Россия приняла решение сократить производство нефти в сентябре еще на 300 тысяч баррелей в сутки. Ждем решения от Саудовской Аравии официально уже о продлении добровольного сокращения на 1 миллион до конца октября. И готовимся к сегодняшнему отчету API от Американского института нефти по снижению запасов. Если эти цифры будут подтверждены, тенденция, то завтра, скорее всего, будем говорить уже о котировках выше 90 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...